приветствую всех мои родные любимые читаем сегодня с вами комментарии и кратко отвечаем на вопросы из комментариев на лаве ну там где вы и ролик смотрите рушане так давайте я только вспомнил начну читать снизу снизу будь правильный наверх где последний палец это вот они хотя снизу сейчас начитать неудобно давайте все-таки сверху потому что которые еще идут ответы другим рушане габзолилова пишет дмитрий приветствую привет вы крещены во имя иисуса христа нет я не крещен во имя иисуса христа по поводу крещения у меня есть на пол на канале на лайве плейлист духовная жизнь внутреннего человека вот он у нас по темам тут можете посмотреть все мои ролики по этой теме я сам во имя иисуса христа не крещен и не особо-то мягко скажем другим рекомендую все эти крещение подкрещение во имени во имя живите по евангелию вот мой вам совет от чистого сердца вадик кириллеску пишет спасибо санта муэрта за его замечание что послужило поводом для обсуждения темы библии спасибо алекс чуприн за слова наставления века тихон спасибо или я ниночка всем кто еще принят участие по теме санта муэрт спасибо пусть в ваших комментариях не так уж и много зато они все от чистого сердца автору ролику отдельно спасибо за посвящение свое время и сил для видео на здоровье елена кравцова пишет я вчера записал ролик вы увидите только послезавтра на лайве кто я вот жалко этот комментарий вчера ведь двенадцать часов назад был жалко я его не успел в ролик там я взял несколько комментариев для основания на записи жалко вот этот не успел туда поместиться ну ладно я просто прочитать честно мне особо нечего отметить от ответить дмитрий вы женаты вы мне нравитесь хотя я не красавица но я являюсь невестой христа но это плохо мне нужна красавица я сразу отвечу я не женат и мне нужна красавица господь иисус христос сказал мне искать мужа и в интернете и на улице просто понравишься человек спросить женат он или нет и рассказать что я живу не для себя и своей славы а полностью для христа ну а зачем тебе жениться замуж уходить живи вот такое нескромное задание но невеста христа беспрекословно исполняет волю господа который к ним говорит дело в том что на данный момент времени господь соединяет в пары христовых сыновей и христовых дочерей невест христовых сыновей и христовых невест как странно он соединяет чтобы они строили царство божие а пища это христовых невест и названа душа человеческая уж если на то пошло поэтому на жертв сковород а то христов общем то невесты а соединяются с христовыми детьми знаете как это странно что дети входят на ложе отца вы подумайте что вы тут написали чтобы они строили царство божие на земле ну это я не знаю скажу честно по своему опыту хождения в боге я вижу вас грех очень сильный я уже обличал о вас в этом грехе раньше и вы неправильно отреагировали на мое обличение так интересно начинается елена имеет у нас опыт хождения в боге и по этому опыту она меня рассудила видит во мне какой-то сильный грех о котором ничего мне не говорит о который должен просто догадаться но я неправильно она меня обличала в этом невидимом грехе который она мне не раскрывает но она меня в нем обличал ну сказать человеку вот в те что-то не тонны вернее в тебе не ты вот нехороший но я не скажу что ну ты уже скажи будь любезна напрягись не красный некрасивая ты моя невеста христову может я тогда правильно отреагирую если я узнаю все же за грех такой сильный в котором ты меня обличаешь а неправильно реагирую не буду называть грех спасибо ты мне очень помогла подожду когда вы сами его увидите ну подожди у меня есть к вам два вопроса ну ты тогда подожди я потом когда грех свой найду чё я буду грешник тебе невесте христовой чего-то отвечать какого у кого больше любите себя или христа и если в вашей жизни хоть один человек которым вы питаете ненависть или отвращение с любовью раба божья елена ну вот это послание твое ко мне я любовью не назову раба если ты божий ты определись ты раба или невеста ему кто-то есть или ты невеста христова раба божья но для меня бог и христос это одно и то же и чё-то хри про христовых сыновей я первый раз тоже слышу ну ладно короче отвечать я ничего не буду зачем я грешный вот чё-то чё-то тебе отвечать нечего мне тебе ответить лайк я не лайк и дизлайк вот так поставлю комментарий мне не нравится не удивлюсь если елена скоро окажется в стане забаненных ей так нравлюсь что она обличает меня в грехе о котором ничего не говорит при этом сама не красавица и полностью любит христа ну зачем тебе тогда замуж живи иди в монашки тогда или еще что или я бог есть автор библии ну для кого как для меня нет могу тоже стать дизлайк буду ставить мне не нравится бог не является никаким автором библии он не писал даже скрижали один раз вроде бы врученные моисею самим богом второй раз он уже самый вытесал и написал на них все даже скрижали оказались уже не перстом божьим написано для меня бог не является автором библии автором библии является там люди ангелы я не знаю но точно не бог это события описанными о людях людьми переписаны переведенный перетолкованный и дошедшие до нас неизвестно через сколько тысячелетий кто автор это все какие-то как уже непонятно кто и как это все так для меня по крайней мере не напишет они забанены к свету тянутся а внутри куча которая они выплескивают не знаю не знаю ни любви не что естественно к сожалению ну да так алекс чуприн пишет дадима много переводов библии скажет оригинал акт что что за оригинал много перевода в библии скажет оригинала к что называть оригиналом что лог читаем может я неправильный ответ взять или александрийский александрийский оригинал было скажу а что за александрийский почему он оригинал все что в нем оригинального я первый раз слышу об александрийском оригинале я как раз там ролик написал христалют невежда в слове а это здесь как раз какой александрийский оригинал кто сказал что это оригинал и чего он оригинал многие оригиналы утеряны какие оригинал но нашли там эти кумранские записи ну и что кто во первых это даже кумранскую запись она чем она оригинальна ты не пойму во первых все эти датировки которым стоит это я кстати прежде всего должен как за всем я вот вам говорю что кто и вообще изучал хоть какую-то науку хоть ту же самую геометрию с математикой со школы помнит и алгебру там что постулаты все математики стоят на все теоремы и их доказательства стоят на аксиомах аксиом от недоказуемые вещи что две прямые параллельные никогда не пересекаются это же аксиома на самом деле не существует никаких двух прямых в бесконечности они в любом случае как бы пересекаются только мы берем за теорию и на основе этих там трех аксиом точкой прямая не лежащая в одной плоскости там мы строим всю свою науку но это лишь теория здесь тоже самое мы сел должны на в науку себе во всему что это истина положи что какой-то приборчик микроскопчик что-то они там делают молекулярный анализ не говорят о том что это это рукопись второго века да бумажка да бумажка или там пергамент или скрижаль как они каменная или деревянная почему я должен верить что второго века не третьего кто а кто ее написал она не подписан ничего ну записи есть ну что что значит стали оригинал многие оригиналы утеряна какие немногие я лично ни одного не видел в руки не держал если бы держал кто сказал что это оригинал какого века кем он написан на нем что печать божья что ли есть ничего на них нету есть ошибка по переводу без исключения но это уж вы знаете не то что ошибки еще какие мы все люди более того все переводы и на языки на современные языки или еще что-то на другие языки это вообще толкование запомните это любой перевод это перетолковывание читая дух святой читая дух святой будет открывать сердце христианина христос сказал заповедь новую даю вам за любите друг друга да когда человек познает христа изнутри меняет изнутри меняется бог вселяется в нас ведет нас это процесс жизни расти во христе чем ближе к приходу христа мир будет становиться злее да ну тоже не согласен я со всем этим я хоть и поставил тут лайк от себя но вот синий влеплю дизлайк про оригиналы я не согласен вот и по поводу тоже все это вы знаете я себя называю христианином я верю в евангельские события в евангельскую историю в библейские даже события я говорил что я верю в них что все это описанная история человечества плохо хорошо с переводами с пересказом с перестолкована описаны даже об иисусе то же самое я верю что это бог пришедший во плоти ошибаемся мы нет скоро мы все это узнаем это общение суть важно но по поводу того что вся применяется только во христе да я меня тоже изменил именно именно вот этот описанный хотя и вы знаете у меня бог призвал не не через бумажку и потом посещал именно вот эту любовь в которой я проповедую опознал не через бумажки а когда господь не открывался я знаю его сущность вот и все это энергия любви вот и прям все во христе во христе но куда весь мир то бог про сам ан богослов написал бог просвещает всякого человека приходящий мир всякого всякого я просто считаю что евангелие ты человек познавший христа его путь его пример с ним познакомившись жертвенной действительно жизни великолепной любви к человеку вот это всего когда это еще совокупно что и сердцем ты читаешь и сердце господь ты раскрыл отдаешься ему он раскрывается это просто самый короткий путь наверное самый простой то есть хоть какие-то примеры для чего мы все это читали эти фразы для себя записывали как поступать нормальные люди конечно не чтобы другим тычет кто проходил такой путь как я там упивал с этим евангелем я говорил да я целиком его читал это из исследовал изучал тоже а так по сути я брал и евангелие в день читал 1 2 3 и просто упивался слушал сутками все это особенно евангелие именно жизни учения иисуса да это самый короткий самый простой путь вот и все это прекрасный пример для тебя как как вождь иисус действительно нам показывает как надо жить ты вникаешь в эти поступки в которых ты читаешь как он поступил берешь всех за пример ты их расцениваешь по написанному действительно так это или не так это соответственно достойно любви свободе и бессмертия да то что он уклонялся его пытались убить уходил это правильно да это правильно потому что раньше ты думал что правит мир дал в репу в ответ и все там какой фарисея я понял что до стерпеть это большая сила отблагодарить это большая сила вот поэтому все зацикливать на христианстве никогда нельзя что между собой мы общаемся да хотя и конечно я просто пишет определенным как и я когда говорю что это нужно тут я прям не то что ну вот так вот так не напишешь слава богу за тебя дима за вас слава богу века пишет храни господь всех всех и устат всякого зла дим ты молоточек свете стараюсь спасибо бруна фера слава богу на веки так тут я зачитаю чисто так андрей пишет дима мир тебя я вот слушал слушал тебя и пришел к выводу ну давайте послушаем почитаем вывода андрея обо мне что ты смешал своих рассуждениях все возможные учения взгляды и так далее которые противно здравому учению иисуса христа мне это напоминает учение николаитов о котором сказано в откровении ты смешал духовное с душевным а я так подозреваю что ты мало-помалу но отошел от прямого учения иисуса христа так что подумай рассказе и пока не поздно вернись если тебе дано слово учительство то учи истине евангельской ты же понимаешь трудно быть учителем который бы не подпал суждению смотри не сломайся и не вознесись от изобилия твоих плодов успехов и так далее ведь сатана все силы злобы бросают в первую очередь на таких наставников и учителей подобно тебе а иначе твой конечный результат будет подобно девятьярову будь благословен я оставлю без комментарий это комментарий я записал на него отдельный ролик послезавтра вы его увидите андрея забанил не хочу больше читать этот бред чтобы пока не поздно я покаялся а то кончу как девятьяров интернет просторный пусть где-нибудь на других полях все это тепле вилы александр пишет пусть левая рука не знает что делает право я стараюсь придерживаться этого ну если стараешься придерживаться этого помогая это хорошо а если ты придерживаясь этого не помогаешь никому чтобы вообще ничего за себе не знать ты плохо я так что вала от жирный божественный лайк ну спасибо тебе а я думаю судить их будет слово боже которое говорит не убей андрей пишет не знаю так лариса пишет кролику смертные грехи она кстати задавала мне этот вопрос привет дима отдельно спасибо за майами рассмешил твои ответы полностью ответствуют заповеди не судить и мне достаточно что сказал что ты сказал и близко а насчет разных конфессий слушай в россии все о христе узнали из православия кто-то и истину познал там а вот дальше это дело сугубо личное возрастать тебе в познании и или нет каждый сам решает потому что идти со христом это подвиг опять-таки подчеркнул лично и далеко не легкий ибо в блин ибо и близки восстают на тебя и друзья отвернут отвернуться могут и вот тогда один на один со христом больше решать жить для мира и всего-всего или умереть для него для мира все лично очень хочется быть понят понят и правильно хорошей погоды тебе на море здоровья и добрых друзей погода на море хорошая сейчас сочи спасибо за пожелания и за добрых друзей пожелания есть они у меня конечно я хоть и жалюсь иногда ну по поводу поинты правильно я пойму как я пойму правильно или неправильно я не знаю вот комментарии мне твои всегда нравится я кстати написал ответ ты чё-то пропал куда ты можешь тоже на меня обиделась я хочу что тоже поняла правильно мои ответы вот муж кашина да я с каким-то негативом высказываю ну может и так по виду или по настроению не знаю но к некоторым я действительно дают жесткий твердо ответы здесь я просто хочу высказать свое мнение я вот написал кратенько меня все равно захотелось даже я думал записывать или нет по поводу отдельно на этот комментарий ролик на не знаю в принципе мы скоро дочитаем ролик всего 20 минут я на все-таки здесь отвечу я пишу спасибо за добрые теплые пожелания развернуто отвечу в следующем видео ответов на вопрос ну да я не хотел отдельно писать а здесь кратко отвечу а то что зацепило тысячи лет в россии люди узнают не христе о православии для меня давно уже нет сомнений что пользы здесь мало ведь что все что нужно проповедь евангельской радостной вести а православие это так это такая как бы помягче выразиться не буду в общем как жениться на уродине и душой и телом лучше вообще не жениться так скажу ну суть моего ответа да просто лариса пишет что насчет разных конфессий слушай в россии все все христе узнали из православия кто-то и истину познал там я если честно и по опыту а уж по особенность касается православия все-таки там побывал я чуть сомневаюсь что истину узнают в православии честно вам скажу прочитать евангелие мы все его читаем поэтому ну а христе еще согласен это это вы знаете говорю может сколько угодно иллюзии ставить а я строить а я опыта ставил в храме евангелие читали один процент каждый сотый не знает никто евангелие в просто евангелие никогда не читали его слушают эти бреди на церковно-славянском там кусочек вот такой нараспев вот таким вот басом диаконским ничего ни единого слова непонятно и сами никогда не читали вообще никакого евангелия еще не понимает куда они ходят они ходят в культ в религию надо вот там принести что-то поклониться господи помилуй тысячу раз произнести не читали эти люди евангелие никогда в городских храмах 10 процентов где более-менее люди образованы школу прошли в 90 до высшее образование почти у каждого вот эти люди хотя бы 10 процентов там еще читали евангелие это что дальше касаемся из этих 10 процентов истину познавшие не согласен один процент что это такое и по поводу тысячу лет а еще до этого тысячу лет на руси как узнавали я говорю благодаря тогда жене девятьярова именно тогда я задумался зная прекрасную историю мне есть ролик где вот это волк овечьей шкуре посмотрите вот именно плейлист этот ересь и секта там он там последний как тысячи лет от болгарии не могли дойти до киева объясните мне я когда меня самого я я также признаюсь в своей слепоте я сдаю и экзамены в семинарию два раза в православную и баптистскую я сдаю все на отлично и и меняя вот эта очевидность меня не я не вижу вот настолько мы ослепляемся понимаете вот какими-то своими заквасками я даже на себе специально с удовольствием это показу как павел говорил что я был убийца там гонитель церкви христиан здесь тоже самое я изучаю и вот настолько я доверился тоже думаю да да вот так вот по учебнику да все я запомнил да ты все знаю все красиво все хорошо а когда это даже не раз два три пятый раз на какой-то меня клинит он говорит говорит об этом я думал господи да как же так-то от болгарии до киева не дать и от софии как у них там бургас нет бургас метам знакомый живет болгария столица какая софии как не дайте как не дайте от болгарии это я просто киев хорошо называние киев киевская русь ну до украины до крыма объясните мне тысячу лет я тогда прикинул это в день там как раз там тысячи километров даже тысячу пусть километров да пусть тысячу надо было им пройти павел еще павел кто помнит я там все это показал я хорошо тогда папа и евангелий по новому завету исследовать так называемый путешествие апостола павла четыре штуки три законченных одно незаконченное уже когда он судимый его так скажем заключенное путешествие в вузах все там по писанию действительно все вот по этим его посланием так более-менее стыкуются интересно показаны это семинарии изучал и он же собирался еще пойти к нам сюда на россию вот так вот обогнув тур современная турцию здесь через грузию через абхазию попасть к нам в сочи те же самые и господь ему сказал нет явился этот грек македонянин сказал приди к нам и он пошел вот здесь по греции павел хотел тысячу лет прошло тысячу лет прошло и тут князь владимир святую русь крестил господи а тысячу лет что было на руси христианство не было до англии дошли история английской церкви англиканской начинается с третьего века до англии туда потом дошли а сюда вот не могли повернуть никак тысячу километров тысячу лет в день надо был пройти шаг нет там я тысячу лет и ты ну да там в день я не на пол шага что ли получал что в году 35 дней это 36 тысяч три 600 дней вот надо поделить короче там сколько там получается смех одну треть дня в день надо было проходить за день за день надо было пройти сколько третий 300 метров 300 метров день вот я хожу в основном в день от 10 до 20 километров я люблю гулять круги наворачивать тоже везде пешком хожу 300 метров если вы вспомните мы бегали 100 метров в школе по стадиону это вот такое вот расстояние обычно от нас до магазина 300 метров в день надо было пройти и дойти только ты через тысячу лет это же бред истина была на руси на нашей в том же самое воронеже откуда я родом еще давным-давно наверное во втором веке уже христианство расползлось везде и до москвы и туда на север дошло уже веку к третьему чем не православие а именно христианство хотя бы то какое оно было из уст уста передаваемое и каждым понимаемое так как понимаем ему старались пересказывать жизни учения иисуса вот как то вот так вот поэтому я вот тут написал это конечно личное право ларис твой думать как ты хочешь я же ничего я говорю пожалуйста пишите ваши мысли размышления не с осуждением ни с каким там не зло бы ничего когда вы тоже с любовью чё я могу ответить вот но я просто этим не согласен самыми формулировками выражениями вот все эти религии культы мы должны все это выкинуть на помойку не думая и проповедовать кстати это выкидывание иначе чек ничего не понимает это я уже убедился поэтому познать чем там чего ничего православие проповедует чего на благовествует что-то да ничего у них евангелие зайдите в какой-нибудь сельский храм вы на витрине в этой даже евангелие не найдете ну я в пузе был в храме храму 200 лет памятник архитектуры батюшка 10 лет нету библии в храме в продаже все есть матроны то все библии не будет она не нужна никому не сказал ну что ну что мне еще нужны аргументы я сто раз все только я там не говорил посмотрите этот плейлист уж там-то я выплескиваю по полной программе сейчас тоже немножко задержался нужно применение не знаю меня все это вообще здесь сидит ничего в этом нет хорошего ничего вообще евангелие читается два часа целиком чек можно любому в простоте рассказать все это поговорить все вот это это вообще зачем какую-то истину можно познать ничего там нельзя познать время потрачу свою жизнь вот и все вот так вот я кстати даже не видел лариса ответил я не видел ну ладно зачитаем а то я думал то писать перестал и все-таки немного зависит от маленьких детей которые крестят в православии немного от них вообще ничего не зависит вот в том то и дело чего крестит крестит во имя иисуса ну как можно младенца покрестить и и дерево гниет с головы вот отсюда я православный потом этому человеку сбилась и вот он заквасил с этим с детства что он православный а он никакой не православный его окунули три раза против его воли можно сказать или хотя бы не спрашивая во что и куда он знать не знает и это корень я все с этим тоже боролся самого начала начать с греха с обряда с культа с маги в которой они верят вот правильно ларис ты сама говоришь об этом я с этим вообще не согласен там куда не там куда не тыкни я говорю там как господь об израиле говорил там некуда пластырь прилепить ересь на ереси как это выражается согласись он ребенок узнает о боженьке который все видит его его надо слушаться почему слушаться это уже целиком зависит от семьи в которой живет что в доме главенствует да боженьку не надо слушаться вообще это все это боженьку слушаться веб своим детям никогда так не говорил боженьку на слушаться я бы вырастил хорошего святого человека когда бы он подрос сознание образ сказал бы ему или это все в процессе происходил мы все время ставим кому-то за стол посадил рассказывал когда человек знаете когда время приходит когда он вопрос начинает задать что же время пришло раз мне эти вопросы возникли в сердце зародились когда вы мне спрашивал более конкретно я бы рассказал об иисусе я бы рассказал воплощение бога во что я верю пошли я не видел своими очами но я верю я переживал и он от не слушаться жить надо это тебе нужно человек и для вас ты хочешь быть сам среди таких сам стань таким в рай это никогда не поешь если сам делал и кто тебя будет окружать те подобные тебе с ними хорошо я бы так не воспитывал детей что в доме главенствует любовь к богу или страх но опять любовь к богу но кто знает мои ролики вот любовь к богу любовь к богу ну где иисус просил любить бога вот это опять что это ветхий завет боженьку надо слушаться бога надо любить ну где иисус когда-нибудь просил любить бога где процитировал ветхий завет моисея посмотрите мои ролики об этом где все время так с пальцем в основном на значках для видео заповедь одна где где иисус хоть раз скажите мне где он заповедовал любить бога узла заповедь новую даю вам любите бога всем своим сердцем а уже вторую подобную ей говорю любите друг друга так он сказал нет посмотрите мой ролик на эту тему поп есть плейлисты любовь к богу ближнего на лайфе там все это есть любил бога это все ветхозавечных моисе они все любят бога так любили что никогда его не слушались вот там действительно из этой серии я не согласен вообще я читаю мне это вообще все не близко дело даже не любви или страхи или что-то другое то отношение и впитает ребенок бога опять к богу ну а дальше я уже писала если жаждешь истина то познаешь или ребенок и останешься вот думаю может не все и должны возрастать в познании кому-то и дано остаться ребенком это же труд души и духа а это не всегда комфортно как погодка погодка отличный не знаю как остаться детьми но вы хотите чтобы ваш ребенок у вас на шее сидел вы знаете есть вот эти они возрастают нас во дворе такой был я не знаю не помню его имя как ты вызвали соседнем подъезде на первом этаже жил здоровый мужиком брился все время уже ему ему 40 он был нам было лет по 10 до 15 я так помню он был а по возрасту он шестилетний был вот бегал за девочками за мальчиками но он такой безобидный и вот он с ними игрался все вы меня бежать у меня бежать ну вы хотите что у вас такие дети были вряд ли боженька как лариса сказал хочет чтобы у него были такие недалекие отсталые дети я я этого не читал нигде и моя душа говорит что это противоположная вещь мы хотим чтобы наши дети выросли женились были сознательными зарабатывали стали сильными красивыми вот что мы хотим поэтому чтобы все оставались это все есть тут как-то красиво так подано детишки там боженька но тут идет о детишках получается речь об умолешенных нормальная душа должна возрасти я как раз действительно вот я говорю тоже благодаря вот этой мысли я про реинкарнацию эти ролики мы записывали я вырос что всегда проповедовал вы слышали можно взять любые самые первые ролики о том что душа бесконечно бессмертные все эти возрастания нет никаких вечных мук и никакого вечного мучения не будет я верю во всеобщее покаяние в зрелость полноценную зрелость и совершенство познания бога и истины и любви каждым человеком ибо он в априори бессмертен да и часть природы ему принадлежит просто по сущности тоже бог есть бессмертие а это лишь оболочки которые даются на время для этих познаний вот единственная грудь не это не суть важно здесь человек еще несколько раз перевоплощается там все новые новые миры проходят новые опыты я общая на темы ни с кем никогда спорить не будут это не это вообще имеет ли разница здесь еще раз перевоплощаюсь или потом в бесконечности новой жизни переживаю какая мне разница вот но зарастает всех однозначно я уверяю что кашляк возрастает для прода проповедника и я говорю действительно может быть переживали все опыты в этой жизни и мы были в прошлых жизнях или будем еще смотря кто на каком уровне и умалишенными и бедными и богатыми и воинами и пленными все мы будем на самом деле человек все познать только опытом поэтому единственно что я вот р мне это очень сильную дало опять вот толчок для любви для познания к а ведь познание она внутри ум сердце грань обликает до чувства я действительно стал проще как-то относиться к людям еще проще еще любвеобильнее еще спокойно вот ты не знаешь ну я просто говорю а не хочет это принимать да и пожалуйста вольному воле ну поживешь еще я говорю мне хочется в следующий класс я не хочу здесь двоечникам во второй класс засешиваться человек не хочет он на чем-то как ты зациклился на одном и в этом и ребенок но вечным ребенком нельзя стать бог тебя в разных сущностях вот этих образах научит жизнь я говорю научит не хочешь здесь все раздать побудешь нищим научит это вопрос времени просто так что вот так вот но то что то такая вас пишет я честно общить комментарии не совсем понимаю поэтому олеся лайт пишет котики тебя любят постоянно после тебя болтаются ну это же домашние же хорстных олеся пишет что за любовь который ты пережил ее можно с чем-то сравнитель описать но я отдал плейлист ссылку на плейлистом и жизни там все это рассказываешь не будет по сто раз и так где-то вспоминаю все время там все мои видео можно обо мне посмотреть дима вильямс пишет душа беспола вопрос но так можно и тело объявить бесполом как не рыба не мясо голова беспола руки ноги и так далее только сами половые органы с полом нет душа женского рода ведь все чувства которые она ведь все чувства которыми она оперирует вера надежда любовь зависть алчность и так далее женского рода а тело и дух разум мужского рода а бесполы не сама любить не может не его любить нельзя то есть можно все рассматривать и без пола вне пола ведь пол вовсе не всегда и не везде важен но в целом никто не беспол не инопланетяне начнутся абстракции мистика и бабы превосходят мужиков в душевной гибкости и чувствах но отстают в умственной физической силе что очевидно но это очевидно я говорю только когда вы берете за идеал раз одного мужика и два мужского такого мужика и женственно такую женщину да тогда это кажется очевидным но в жизнь если вы посмотрите куча бесчувственных женщин и куча чувственных мужчин и наоборот множество умных еще к тому же женщин и и бестолковых мужиков безумных не это не очевидно все это очевидно только в общей массе так что никакого равенства также нет и в этой конкретики а в другой она конечно есть и можно и все живые существа уравнять и не только с овцой но и с деревом человека сравнить уравнять что иисус и делал но и так понимаю значение христианин пишет на иисус что там уравнивал дерево с человеком он не уравнивал в предчах сравнивать мог такой да бесполы тут что-то было любить нельзя я чуть не пойму я говорю ну я на специальный пример что в принципе дружба тоже любовь и дал свое так скажем определение получается я даже однополого люблю при этом я же не сексуальное влечение имею не знаю это все так как набор мысли тоже мне совсем непонятно если честно но я свои мысли высказал по поводу бесплатно только хочет пусть мыслит это дело лично кажется ну да это его тоже дима этот фильм спешит если бы написал не судите и не судимы будете ролик бы длился три секунды спасибо кому что я не знаете я поражаюсь если бы человек этот не пишет зачем ты тогда меня смотришь я вот честно не смотрю то что мне не нравится я не знаю зачем это делают другие люди мазохисты что или ли что я не потребляю информация которые мне не интересны не смотрю ролики которые мне не нравятся я не пишу комментариев каких-то я отвечаю как бы защищая ситуация часть моего блога принципе могу это вообще не делать вот и все раз кому-то действительно отвечаю комментарии что-то кто-то действительно полезное тоже пишет и я добавляю это да а так я не знаю если потерял время прости ну зачем ты это смотришь я ж не завязываю ты включил ты нажал кнопку ты мог выключить на стоп нажать это же ты делаешь не я я получаю должен себя чувствовать виноватым что ли привет дим роман или без тоже пришел к тому же все зависит к тому же же к тому уже все зависит от ситуации и того кем человек считает себя в себе самом то есть кто он homo sapiens расслышь тебя ну и я считать так вот александр пишет давайте помните тоже был не ролик по поводу все это у пива и алкоголя получилось у меня на христолюбии ролик на 15 минут получился на лаве конечно побольше ответов комментариев александр мне спрашивает алкоголь и слабый наркотик можно поставить знак равно я что я вам отвечу вот опять знаете введите в какую-то систему и все и ничего не получится опять я ответил уже там был комментарий тогда помните я согласился с ним очень хороший я сам тоже самое говорю есть тебя от пробки несет понюхав тебе вообще нельзя и нюхать нельзя слабый наркотик не слабый я не знаю что слабый наркотик такой опять тоже может у тебя героин слабый наркотик я не знаю я знаю что анашу ту же самую или какие-то там табаки курит вон эти индейцы всю жизнь курит откуда я знаю для чего они курят может они верят в ее лечебное исцеление эту трубку мира вы знаете откуда выражение у них это супер обряд любви тоже они там садятся вот вожди встречаются и эту трубку курит чем там курит я не знаю для них это причастие они друг другу там садятся и начинают толковать великие думы великие мужи что я его за трубку мира и хват что ли всех пошлю на огненную сковородку как вы любите ставьте сами эти равно куда там чего у вас алкоголь наркотики делай что хочешь лишь бы ближнему не вреди своим телом ты сам себя накажешь вред от организму не вред считаешь что вред не делай веришь медику который тебе говорит что это вред не делай бог тебе дал ему тел ему не жалко он тебе еще одной из земли слепит хоть тысячи их он воскрешал спокойно исцелял для него это несложно тебе надо страдания так и вот единственно что мне понравился комментарий александра когда я ссылаюсь все время на место на место писания где надо было кстати подготовиться ну ладно где где говорят что ну здесь саша там написано что люди говорят что он любит есть и пить вино и люди говори и а люди говорить могут что угодно так давайте вы все-таки подождете я обычно все это быстро делаю давайте я попробую все-таки сейчас найти так так я воспользуюсь экзогетом вот я даже не буду в своих текстах тоже здесь мы сразу с вами посмотрим переводы другие вот это в матфе 11 19 и то же самое у луки и вот мы читаем с вами это же говорит господь давайте все-таки у вас на вам на своих похоже это матфея 11 глава 19 стих сейчас матфея 11 у меня всегда это понятно и красиво как я считаю мы вот видим это целая глава я сразу хочу показать это речь иисуса и когда окончил иисус наставление 12 ученикам своим пришел оттуда учить и проповедовать городах и ханжа услышав в темнице о делах христовых послал двоих из учеников своих сказать ему я вы знаете как люблю чтобы было без врывания вот мы вы видите на экране вот вся одиннадцатая глава да это вся речь иисуса и они спрашивают или тот который должен прийти или ждать нам другого вы помните да весь контекст и сказал им иисус в ответ и иисус начал свою речь да пойди скажите а ну что увидите что все происходит и вот он 19 стих да ну кому подоблит там господь сравнивает про царство небесное здесь же говорит про иоанна что он там он типа праведник ему считает там не ест не пьет и здесь он говорит бы пришел и они есть не пьет и говорят в нем бес пришел сын человеческий есть и пьет здесь даже нету что пьет вино да вот хотя а сейчас мы с вами так тут тут смотрите тут я раньше сам даже как бы не замечал мы еще раз смотрим с вами не говорю мне очень понравился вот комментарий почему я говорю я здравый комментарий всегда с удовольствием приму мне тут саша глаза открыл да то есть пришел сын чайский есть и пьет и говорят то есть он не говорит есть особенно как любит что иисус там мясо ел здесь не написано что есть мясо да есть и пьет но и кстати иисус не сказал что и пьет вино да очень важный момент я специально все это показываю то есть пришел сын чайский есть и пьет это иисус говорит он признает что я ем и пью что он там был великим постником да не пил ни вина ни секерры вы помните а он ест и пьет и здесь и почему речь идет не о единственное саше что не соглашусь я ему благодарен что он просто обратил своим комментариям я более тщательно исследовал этот вопрос потому что я саше не согласен я поставил тут лайки что мне нравится его комментарий вот но я не согласен с ним что он что он утверждает он получается утверждает я что-то не помню я вам зачитал целиком комментарии нет давайте еще раз то есть саша пишет там написано что люди говорят он любит есть и пить вино а люди говорить могут что угодно и вот это он абсолютно прав что люди могут говорить что угодно и сам иисус потом будет цитировать молву человеческую сплетни их не он будет говорить это я согласен но я не согласен с тем если он хочет сказать что иисус не пил вино и я сейчас приведу два аргумента поэтому вино пиво я почему сравниваю то извините вино покрепче того же самого пива в три раза крепленное вино 15 18 градусов обычное 10 15 пиво четыре с половиной умножать умеете идем дальше идем специально по писанию очень интересный момент я когда-то не замечал его да и и и сам же иисус цитирует как бы сплетни человеческие и говорят о нем вот человек который любит есть и пить вино друг мытарем и и грешником и оправдана премудрость всеми чадами ее и вы знаете я сам в шоке удивился вот и не внимательно читал ну и и вот я вам лишний раз показываю грехи переводов синодальный перевод я его никогда не идеализировал на бородка что он точно такой же кривой перекривой и вот вам пожалуйста оказывается здесь слово любит одно и то же слово употребили любит это не с это не знаю это слово любит в хорошем смысле надо было перевести здесь не надо было это слово ставить надо было подобрать нормальное слово и вот пожалуйста мы с вами открываем экзегет и смотрим современные переводы так называемые церковно славянский дать я просто все предпрочитают чтоб так общая атмосфера сложилась у вас приди сын человеческий еды и пияй и глаголют все человеческие ядцы и винопийца мытарем друг и грешником и оправдана премудрость от чада своих а тут есть же перевод да ну ладно перевод трансклит транслит вернее церковь славянская мучился читал перевод аверинцева читаем пришел сын человеческий ест и пьет и они говорят это че это чревоугодник и винопийца но алкоголик по нашему алкаш друг мытарей и грешников но оправдана премудрость делами своими перевод епископа кассиана безобразово пришел пришел сын человеческий если пьет и говорят вот человек любящий есть но это же кассиан безобразов знаете кто да епископ то понятно что он не сильно от синодального отошел вот человек любящий есть и пить вино друг мытаре грешника мы правом прямую были делами и украинский инглиш посрочный перевод с греческого винокурова пришел сын человеческий едящий и пьющий и говорят вот человек обжора вот здесь прям вот не винокурова больше всего нравится но не больше еще бы ему верю надо добавить вместо винопийца очень писать алкоголик это было бы самое правильное и понятно то что смысл оказывает любит есть если любитель пожрать он ходил по всем проповедовал его приглашали в гости иисуса и вот смысл было хождение от стола к столу любитель пожрать на халяву и побухать вот человек обжора и винопийца но винопийца по-нашему алкоголик сборщик податей друг и грешных и была признана правой мудрость отдел ее вот особенно у винокура вы знаете а когда почитал и вот эти вот транслиты и сам вдумался ведь и действительно и по контексту иисус именно это хочет опять сказать что его именно обижали вот так называя как бесноватым там здесь оказывается контекст я сам читаю думаю как же я раньше этого не видел то есть написано и господь говорит что пришел сын человеческий есть и пьет и вот опять же единственно говорю что если саша хочет сказать что иисус не пил а он говорит что человек любит есть и пить вино то есть здесь просто ударение идет что иисус сам и горит но и тут перевели как любит что типа он этим злоупотребляет он не то что отрекается что он не пьет вино а что он любит это что он обжора тоже здесь слова любит стоит как усилительная к этим двум словам ест и пьет вино вот я вот в этом убежден так что вот так вот и я второе еще скажу в подтверждение но это по поводу это хотел что вы едали но это уже знаете о том что его опять оба обзывали оболгали обалгивали или как у нас любит сплетничать или все это это опорочивают человека да вот очевидно что иисус не обжирался и не обухивался там нормально питался вот именно так же как и все ничем там не внушаясь угощали он кушал да вот мог воздерживаться понятно спокойно уж очевидно что иисус не был с таким животом как у половины попов российской федерации не только российской вот и я думаю что если он там выпил стаканчик 2 вина то уж явно не позволял себе валяться пьяным да это очевидно для всех нас вот а второе вот это я уже как бы саши по сути отвечая на его комментарии тоже и опять на мое убеждение что иисус пил и именно вино тоже это опять прощальный ужин ведь этот ужин ничем не отличался от других ужинов абсолютно ничем откуда там вино взялось которым они причащались и ложечка иоанна златоуст которая в ортодоксе появилась православие католицизма это же ложечка златоуста не иисуса христа он из ложечки их с крошечкой хлеба они не причащались они кушали и даже знать не знали что это последний вечер и последний их не ужин последний хлеб и вино хотя господь им об этом говорит на вечере что будет это последний раз мы с вами пьем следующий раз будем пить царствие небесное и вы знаете я говорю они не не вот с этой ложечки анзлатоуста на которой грамм вина даже взрослым людям и вот такая крошка хлеба он там младенцам это в рот суют там чуть-чуть а взрослым-то мужикам и тетям уж очевидно что они вот так вот отпевали то и и иоанн златоуст это не как на праздничный вечер на последний вдруг принес вина вообще-то это ученики его готовили этот ужин и там было это вину и они как это отпевали давал ли он один по кругу чтобы было такое чувство у всех идей что из одной чаши каждый своей пил там неважно он вроде как папа по мы с вами читаем описание что он даже вот этот он сам опил всем дал тебе примите и пейте то есть хотел что все из одной чаши мы выпили и они отпевали оттуда взрослые мужики и помните не один раз раз помните мы внимательно с вами посмотреть мои ролики по новому за это кто смотрел за что же либо забыл тот же самый саша смотрят там же он не раз это сделал первую чашу там как чаша радости была помните посмотрите по луке по тому же самому как происходит прощальный ужин то есть они это делали не раз они сидели и выпивали точно так же в этом нет ничего плохого и зазорного они не теряли разум контроль вот еще во всем ветхом завете полно места где написано вино веселит сердце для радости души господь его придумал вот так вот так что это второй аргумент что это было так ну а вот этот момент стихия интересная согласен саша лайк за такой комментарий огромные жирный от меня божественный вот мы не обращаем я как-то не так там так написано любит пике как будто не в положительном я читал в положительном контексте я может ним не мог фразы подобрать своим мыслям я всегда здесь положительный читал что люди они могли вот что они просто дают типа откреститель а тут оказывается отрицать действительно идет то но опять это верить вот и синодальные так а эти прям по-другому переводят прямым текстом обжора и винопийца кто прав пойди разберись но я думаю что здесь идет я но это может быть тоже ведь первое впечатление поддаюсь верить ли этим переводом чувствуется дух все-таки что он хотел показать опять что как он говорит вы там меня бесноватым и ищите убить меня за какие из добрых дел вы помните там такой же вот подобные контексты так влад любимов дима все классно в тему ролик смотрел два раза даже слов нет плоти тела будто я это все знал а ты озвучил мысли дима как сна работе видите слышу взаимно так александр ты прав дима тут человеческий фактор переписчиков и переводчиков но это плоти теле помните игры вот именно в этой игре слов видите зависит многое да и наше восприятие в том числе если смотришь через призму любви ближнего то все проясняется сам путался долго думаю вот в чем вопрос рожденная духа есть духа от плоти плоти то есть две категории людей отсюда и ясность когда говорится о делах плоти как дела двух категорий людей ведь ведь помимо блудавка который можно отнести к плоти как телу там в этом списке есть еще и ересь которых телу как к субстанции из мяса костей и так далее никак за уши не притянешь а именно этот отрывок культ взял на вооружение придумал термин греховная природа думаю ереси это духовное заблуждение которым страдает внутренний человек и никак не кости и мяса а в данном случае группа лица который если он говорил не к нему пока жрады истральский народ а павел говорил о лицах крестящихся в конфессию в послании галат ну да пока не имею пока имею такое понимание по данному вопросу мира любви всех благ ну то я так согласен тоже ну то что там разница конечно где иисус говорил и где павел павел галатам вообще пишет о разности конфессиональности вот эти да ашхен георгиян мир вам насколько я поняла из ваших комментариев и не состоите не в организациях каких-либо а это к ролику икона почитания не в приходе не в приходе скажите пожалуйста как вы причащаетесь и исповедуйте грехи никак я не исповедую никаким людям никакие свои грехи и я никак не причащаюсь ну помимо духовно святой жизни я причащаюсь и имя жизнь и ей же исповедую грехи если я их перестаю совершать вот как я это делаю в том этом надо было мне вот ролик который вы увидите послезавтра кто я надо было все эти комментарии собрать конечно опять в один этот но мне честно надо это же ленюсь что ли да их несложно было насобирать я не знаю антоний каменчук с аватаркой монаха там не знаю какого пишет кролику православе протестантизм лжеучения булка бог брат ты серьезно ты ужасно примитивен ну да это я примитивный который булку за бога не считаю это конечно да я даже не знаю что еще прокомментировать вы знаете мне на это есть много роликов я примитивный кто булку за бога не считает ну что ж павел ловчинский пишет да да отличный ты классный какие пустословия забудь глава любовь остальное якоря мешают крыльям совесть это и есть стекло у кого она прозрачна тот бога видит совесть если не мыть то грязная становится как у машины немытой что невозможно ехать ибо слепой слепого в яму утянет совесть находится в сердце имя христа весь вестник со это союз вести соучастие и так далее могу все написать только я деревянный дурень павел опять пишет совесть это настройка с высшими честно просто совесть от слова совет да ладно а то опять буква началась так елена мицук пишет для мужа моего будет как откровение ролик про пиво потом лена просила еще меня есть плейлист о теле крови христова во всем этом причасте там уже тоже столько роликов понабралось то что мы списание собрал все что когда читали вот смотрите дело не в этих это все это и это такая же еда даже те жертвы которые израиле ветхий завет и все люди приносили сами-то мясо-то животных съедалось все остальное там тук это все кишки сжигалась как жертва бога вот уже вы богу кишки нужны человек бы все равно выкинул иисус дает этот обряд такому же таким же оголтелым израильтян вот и все или я до тела это объем а плоть плоскость вот и вся разница а так одно и то же так с ним что я не помню мы читали тоже или нет спасибо дима впервые слушают да нет твои ответы очень понравилось как отвечаю спокойно просто искренне молодец видны чувствуется живая душа и сердце любовь в моем понимании это есть жизнь живая в быту владимир стишенко так но это я читать не буду наталья шестакова спасибо всем большое свет нам подключили буду за вас молиться благослови господь так ну по-моему эти мечтали еще валентина василия пишет для меня лично если христианин употребляет пиво алкоголь это не рожденный свыше потому что от этой зависимости свободны истинно верующие возрожденный духом божиим ведь мы имеем ум христов зачем его дурманить это страшно даже подумать ненавижу ненавижу любую ненавижу любую алкоголь и радуюсь жизни в господи каждый день не желаю огорчать дух святого упиваюсь только им аллилуйя аминь ну я вот не понимаю люди в одном этом сразу все собирают я говорю выпил грех почему страсть грех да а кто страсти говорил я говорю что страсть это хорошо нет для меня лично если христианин употребляет пиво алкоголь это не рожденный свыше потому что от этой зависимости она сразу глоток выдает за зависимость и уже сравнивает зависимость и христианина а если не зависим если нету зависеть зависимость почему я не могу выпить ну для тебя рожденный нерожденный ну я говорю иисус рожденный свыше нерожденный для меня очевидно что он пил вино если для кого-то до сих пор нет или кто-то там пытается пожалуй я кстати не настаиваю и лучше не я в общем людям потому что большинство в массе да кто спивается кто алкоголика у башню сносит он редко на кого влияет хорошо вот на меня хорошо я становлюсь только добрее при этом я могу и вообще не пить я когда уцать покаялся и потому что я показ в том что глоток пива и даже тогда я где-то там было до рождения я также мог там и глоток вина выпить но я ни с кем почти не общался мне не было в этом нужды сейчас когда я вот как-то живу посвободнее с людьми стал больше в окружениях общаться с каким-то я спокойно сижу за столами могу выпить и больше одного глотка но при этом просто у меня природа такая бог слава я еще всегда за об этом задумывался одарил меня такими талантами что я ох и докуматоза на пицце и я от этого не дурнел меня не тянуло ни на преступление не на жестокости не на вандализм у меня друг один все время тут рубки идет отрывать и у телефонных будки все и на него ругался даже еще доп в каянию чуть творишь зачем ты грядишь чуть делай а я на борусь на стук мягче общительнее поэтому так на кого как дух святого огорчить и христос был иисус был без духа святого огорчил так что вашего увидите распили какой еще контраст вам дать она ненавидит алкоголя иисус что пил я говорю а пиво от вина да но в три раза слабее вина иначе можно в три раза больше выпить вот так я вот не согласен ставлю жирный дизлайк она же пишет дима очень хорошо выглядит вот что значит истинный христианин уважаю благословение вам ну вот видите а я могу себе позволить выпить в хорошей компании может я все-таки не такой как вам кажется не такой уж истинный и не рожденный свыше даже ох как мы меняем свое мнение так тут благовест попал до этих пожертвами я что-то все отвечал ролик отдельно записал сергей козлов пишет дима умоляю еще любви проповедую вижу как ты кстати кролику о теле бога иисуса христа как раз где там я с соком по-моему из буханка с какой-то сижу вижу как ты сам и через тебя течет любовь а это уже источник я рад это у нас в россии благословляю тебя крепость и дух тебе надеюсь и уповая на приумножение с радостью поучаствую и откровение твое поместье рядом с родником из которого потечет со временем целебная вода люди благодарят тебя и поместье приумножается друзьями добрыми делами на радость нашему отцу олеся лайк пишет пиву тоже привыкание пивной алкоголизм самый страшный у меня много знакомых иногда попивали а сейчас зависимость хотя были уверены что они по генам ни от кого было перенять не интереса особо нельзя с этим играть как с героин я по-моему уже читал мы наверно дошли до уже ну почти или я тогда не пометил или пишет правильно согласно молодец правильно рассудила войне полов играть не играть да вся наша жизнь игра мы что-то пробуем ну короче у каждого своя каша в голове про это пиво уже я устал ладно все хорошие почитали пометка есть что у нас тут есть что не все ничего нету полный дзен победили ролик и так час 10 караул все всем спасибо кто участвовал кто пишет комментарии у меня своя тоже есть точка зрения где-то я с юморком где-то я подкалываю надеюсь никто не обижается у меня тоже есть свои мысли свои убеждения я что-то говорю что-то понимаю что мне или не слышит или не понимают как говорю так говорю у меня есть своя манера всем все равно не угодишь кому-то люб кому-то не люб все всем спасибо до встречи в следующем ролике